Сегодня мы продолжим рассматривать ситуации, когда люди неожиданно встретились с хищными животными. В Британской Колумбии на отдалённом пляже к туристам неожиданно вышел волк. Хищник нисколько не боялся людей. Он бегал совсем рядом и не проявлял никакой агрессии. А когда волк останавливался, он начинал выть. КОНЕЦ Эти туристы сделали отличные кадры на этом пляже. Эта женщина с собачкой повстречалась с койотом прямо на улице города. Хищника привлёк пёсик, и он хочет схватить его. И если бы не мужчина, который остановился и вступился за женщину, койот непременно бы утащил собачку. Африка. Во время сафари туристы остановились, когда заметили гиен. Гиены – это опасные, сильные и агрессивные хищники. Но эта парочка вела себя спокойно, и человек даже не убрал руку с телефоном, когда одна из них подошла вплотную и стал его изучать и обнюхивать. Туристы на джипе неожиданно заметили леопарда и остановились рядом с ним. Хищная кошка не боялась людей. Она спокойно прошла совсем близко от машины и пошла вперед по дороге. Этот леопард тоже неожиданно появился у остановившегося джипа и также подошел к людям. Он даже заглянул в машину и принялся изучать ботинок сидящего там человека и в какой-то момент даже попробовал его на вкус. А тут к туристам в машину неожиданно запрыгнул гепард. Люди были в шоке от происходящего, а хищная кошка, казалось, никого вокруг не замечала и смотрела куда-то вдаль. Но потом гепард все-таки заметил человека и прикусил его за плечо. Посидев еще немного с людьми, гепард спрыгнул вниз и ушел к своим сородичам. Здесь точно такая же ситуация. Любопытный гепард запрыгнул в машину на заднее сиденье. Человек замер без движения, пока гепард все обнюхивал и изучал. Потом кошка перебралась на капот автомобиля и после убежала. Группа людей наткнулась на львов и спряталась в зарослях, продолжая их снимать. Но вот один из хищников заметил их и начал подкрадываться и через несколько секунд побежал в атаку. Люди бросились на утек. Им очень повезло, что лев не продолжил погоню и быстро остановился. А тут туристы снимали льва, который кушал недавно пойманные животные. Вдруг хищник заметил оператора и видимо ему не понравилось, что за ним наблюдают. Он оскалился, а потом и вовсе бросился на снимавшего. Хорошо, что люди находились за изгородью и были в безопасности. А эти люди повстречали львов прямо на дороге. Сначала появилась львица, которая прошлась рядом с машиной, а потом к ней присоединился и лев. Он не захотел отпускать машину просто так. Встал на задние лапы и чуть не забрался на крышу. Посмотрите, какие все-таки большие эти кошки. На задних лапах лев намного выше машины. А здесь на горной дороге люди встретили снежного леопарда. Его еще называют Ирбис. Это животное довольно редкое и очень осторожное. Увидеть его так близко в диких условиях – настоящая удача. Тем временем Ирбис подошел к машине и довольно долго там находился, прежде чем уйти. А тут повстречали Пуму в совсем неожиданном месте. Дикая кошка плала к людям, которые находились на лодке. И если бы они не поддали газу, Пума могла бы забраться прямо в лодку. Но в последний момент она все же свернула и направилась к берегу. Туристы ехали на открытых джипах, когда заметили в кустах тигра. Хищник даже попытался атаковать, но водитель быстро среагировал и уехал. Хищник еще долго шел за машиной и в какой-то момент опять перешел в атаку. На этот раз останавливаться водитель больше не стал. А эти удивительные кадры были сделаны во время охоты. Охотников заметила рысь, заинтересовалась ими и подошла очень близко, практически вплотную. Люди замерли, кошка тоже застыла. Так они смотрели друг на друга с минуту, потом хищник медленно развернулся, оглянулся пару раз и ушел. А охотники запомнят эту встречу надолго, ведь увидеть хищную кошку так близко в дикой природе получается не у многих. Спасаясь от жары, медведица привела пятерых своих медвежат на территорию дома, где располагался бассейн. Хозяев дома в этот момент не было, а съемку вели соседи. Звери довольно долго играли и резвились в воде. Медвежата вели себя, как обычные дети, плавали, играли в мячик и катались с горки. На этой территории они провели около получаса, после чего ушли к себе в лес. А этот медведь забрался внутрь дома. Хозяева мирно спали наверху и даже не подозревали, что огромный хищник ходит по кухне. А Мишка в это время искал, чем бы полакомиться. Он открывал холодильник и ящики, и все переворачивал вверх дном. Хозяева были в шоке, когда утром увидели погром и посмотрели видео с камер наблюдения. Этот медведь нашел что-то вкусное в мусорном баке у небольшого магазинчика и не хотел близко подпускать посетителей. Вдруг они тоже захотят это съесть. Люди отдыхали в частном доме на острове Фрипп и засняли оленя, который подошел близко и нисколько их не боялся. Потом они услышали шорох у воды и поспешили отойти подальше. Из озера к ним направлялся большой аллигатор. У этих отдыхающих выдалось хорошее утро. Увидеть так близко диких животных получается далеко не у каждого. Отец снимает своего сына, как тот ловит рыбу. Мальчик с трудом вытягивает улов на берег. Рыба клюнула довольно крупная. Но вот как только она оказывается на суше, откуда ни возьмись появляется аллигатор, который набрасывается на пойманную рыбу и утаскивает ее вместе с удочкой. Исследователи на лодке были рядом с альцбергом, когда рядом появился морской леопард. Морской хищник был очень любопытен. Он выныривал из воды и посматривал на людей. Но не стоит думать, что морские леопарды совсем безобидны. Тут также к людям на надувных лодках приблизился морской леопард. Но на этот раз он куснул лодку, да так сильно, что продырявил ее. На этом все. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди очень много интересного. А я ненадолго прощаюсь с вами. До новых встреч!